Польша, Словения. Словенцы начинают. Чигуль подавал. Кубик в атаке. Шанс на брейковое очко. Естественно, была очень... И еще эйс в составе. В финале. Заигран снова Михаил Кубик. Дважды. Поражение, как у болгар, но все-таки очков было больше. И вот выходили с второго места. Климент Чигуль взял на себя... Стал таким помощником для Яни Ковачича. Очень сложно следить за такой траекторией. И поэтому он может и стоил. И такая очень неприятная подача. Практически без траектории она летит из пятой зоны. Кубик претендентов. Такой турнир, который выявлял... Тахановский не ошибается. И снова прекрасную подачу он выполнил. Ну вот, наконец, вот только так. Команда не получит место в Мундиале. 2-0-5. Вот, казалось бы, тоже из пятой зоны подает. Но все-таки в отличие от... Еще одна сумасшедшая подача из курок. Здесь аккуратно отыграться, не влезть в сетку. И двухметровый... 2-0-4. Следующую партию в надежде завязать борьбу там. Да, эйсом Лукаш Кошмарек заканчивают эйсу курок. Была серия подач, в том числе, одна на вылет у Кахановского. Получится ли сейчас сразу такую убойную подачу? Отправляет мяч просто на ту сторону. Тимурнал. Первый блок для Словении. Закрыли самого Леона. И надо же, вот прям как... Ну, осознанно он сейчас смягчет. Водка, Роберт Паинг. Закрыли Штерна. В шаге. При том, что он на замену выходил в первой партии. Там два блока поставил. Вот сейчас еще один. Ну, с такими планерами, поляк, справляющий. Родовка к чемпионату Европы. Один из игроков сдал положительный тест на ковид. И затем, собственно, в Украину. Сейчас не придется и изобретать. Сложности с приемом на групповом блоке. Ну, так, коллективными усилиями поляки выходят. Карт на той стороне. Ох, как ум... На очередном уже сетболе. Удивительно. Ну, ладно, Бенок опустился. Ладно, Джизга. Вот он здесь рядом. Если дело до этого дойдет. Пока атака ли он? Помним, они встали при счете 23-22. И снова ли он? Снова... Если первый сет завершился уверенной победой поляков, то во второй не... Курок. И... Тончик Штерн. Да, он заканчивает эту... Ну, зубодробительный просто подачи временами. Ничего не смогла добиться. Надавить, то хотя бы... Не выпустить, что ли, из-под контроля. Тут... Вещи далеко не случайные. Подача хорошая. Продолжает лететь и сейчас. Зимнившаяся нетающая тарелка. Классная очередная подача Словенца. Ух, какой первый темп. Со своей мощной подачей. Потихоньку так эта подача... Разбирается. Словенц... Так или иначе страховать не пришлось. В Леона. Ну, вот еще, наверное, момент, на мой взгляд, который с... Ропрэд. И вновь здорово. И вновь тройной блок только перед нападающими. Это было в Кракове. При 9 тысячах болельщиков. Кстати, тоже любопреков и так далее. Одиночный блок, согласитесь, нет. И как он в концовке прошлого сета буквально в защите играл. А не от... Там в районе 4, да, блоков. Так что блоки обязательно будут. Но все равно вот это вот, конечно, удивительная вещь. По два финала. И чей будет третий? По вопросу. Янка-Замерник буквально втыкает мяч в 3 метра мимо блока. Заставляя еще большую Дуна. Ропрэд здоровый. Выдерживает подачу Леона. Тот, правда, сейчас справляется. А Качмар за одни линии. Ведь Ломача, стало быть, оставили у сетки. А Ломач... И вновь Ковачич классно справляется с хорошей подачей. Урнауф вновь... Ничего понять. Боляки, как эта партия уже заканчивается для них. И этой проблемой является... Две цифры бой уже... Не справился. Вот сейчас, по крайней мере, не потерял. Правда, ничем и не убедил. Хороша атака. Ну, не в Яне Ковачевича надо при этом подавать. Помогает блок. И... Ничего не было в этой атаке. Поэтому высота блока здесь... Ну, не показать и брейковых мячей-то не было. У поляков и вновь Ковачевича. Ну, лучшую подачу в центр площадки. Сейчас на вны. Ну, вот здесь, здесь Роберт оказался полезнее. И продолжает классно все, что они забили в третьей партии. Причем у Польши-то, получается, атак было очень немного. Лучший волейбол. Попал. Попал, судя по... Низковата передача. Ну, там не было у Роберта выбора небольшого. Пусть... Расстановка все та же. Забивает в итоге. Случайно, глядя на него, смотришь. Чеболь. Чеболь. Москвич. Ну, он куда-то вместо событий, наверное, не должен там показываться. Позиции выходит. И вновь Абарас. Это еще не все. Надо забить теперь полякам. И делает это. На сей раз понятно, кому принимать. Чеболь справился. Урнаут. На сей раз сетка парам. Естественно, за стопроцентную достоверность всех я не мог видеть. Вот опять какой первый темп. Ну, и с Робертом у них великолепно. Слетанная пара на высоте. Сбивает корпус. Станут ли они мишень и для Шкета. Нет. В кубик. И тот не справляется. А ведь это на аут. Атаковать кубик. Сложный мяч. Там знал заранее Чеболь, куда он полетит. И Словенцев опять не искал. Потому что мяч уходил на сторону соперника. Там, кстати, у Словении. Скуроком в четвертой зоне. Но не он, а кубик. Словенцев. Так что без борьбы они отдают мяч. Бенок свое дело сделал. Леон. Сейчас это почти безропотно. Если Словения уступит, что может быть? Пока мы не узнаем. Потому что сразу все он сейчас сделал. Леон тут, конечно, без шансов был на выигрыш. И проиграть уже за благо. А Чеболь прошивает двойной. Только высокий мяч. И Леона закрывают. Чеболь оставляет мяч в игре. Это минимум. И попадает. Но тоже не самый сильный его подача. Штерн. Еще один сетбол урнаута. Не ошибается. Но подача была не острой. Ответ. Делать урнаут. Леон на 1. Ну классные же приемы у Ковачевича. Чеболь ва. Чеболь отыгрался от блока. Первая попытка. Штерн. Штерн всего-то. А вот смягчение. Еще шанс у Словении завершить атакой. Тончик Штерн теперь-то уже ничто не спасет сборную Польши. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok